Чистый двор, чистая совесть. Именно под таким лозунгом уже несколько лет в области проходит масштабная акция по уборке территорий городов и поселений. В Одинцовском районе субботник прошел и на лыжероллерной трассе имени Ларисы Лазутиной. Разбивка на шесть зон, которые существуют на территории лыжероллерной трассы. Старшие ваших групп к этим зонам привязаны, они их прекрасно понимают. Соответственно, вы держитесь старших своих подразделений, они завязаны на представителей администрации парка, которые выведут вас на эти участки. Виды работ на каждом участке определены. Главная особенность этого субботника в том, что жителям выдавали цветные мешки для раздельного сбора мусора, бумаги, пластика, стекла и других отходов. Вместе с жителями Одинцова на уборку вышел и глава района Андрей Иванов. Компанию ему составили уполномоченный по правам ребенка в Московской области Оксана Пушкина и генеральный директор Мособлгаза Дмитрий Голубков. Задействованы порядка 124 единиц техники, 79 точек, где проводится субботник, где раздается инвентарь. Поэтому мы, как и в прошлом году, будем среди лучших, я уверен, и по чистоте, и по наведению порядка. И приятно видеть такую активность наших граждан, такую, я бы сказал, ответственность за свой двор, за свою улицу, за свой город. Без участия жителей мы, конечно, в нашем районе не наведем порядок до той степени, которая нам необходима. Поэтому я рад, что у нас такие энергичные, неравнодушные люди, которые вместе с нами вышли сегодня на все 79 точек, на субботник. Оксана Пушкина совместно с Дмитрием Голубковым сделали своими руками скворечник, на котором оставили автографы и дали ему название «Весна идет, весне дорогу». Его решили повесить недалеко от главного входа. Теперь у птичек есть новый дом. Мы с детьми, с нашими в лего играли. Мы вспомнили, что в нашем детстве мы в кубики играли. В конечном итоге мы с Дмитрием справились, но это было нелегко. Что мы еще дополняем? Я думаю, что птицам в нашем Одинцовском районе теперь будет вдвойне уютно, комфортно, в таком хорошем, красивом скворечнике, который сделан не из лего, а сделан нашим, настоящим, из нашего дерева, прям как на уроке труда в школе. Правда, это был урок труда в школе. И мы, судя по всему, Дмитрий, были хорошими учениками. Мы старались. Мы старались. Благодаря совместному труду в парке появилась новая скамейка, на которой теперь можно отдохнуть посетителям. Пернаты, обитатели леса, получили подарок и от главы района. Им тоже стал скворечник, но сделанный из главной елки страны. Кремлевский подарок нашел свое место в парке. Сегодня мы вешиваем скворечники. Тоже наша традиция. В этом году мы получили, буквально вчера получили скворечник, который сделан из кремлевской елки, из президентской елки. Нам вручил его главный лесник. И дал жесткие рекомендации повесить этот скворечник обязательно в лесу, чтобы сохранялась некая нить. Из леса елка вышла, и потом он в таком виде обратно вернулся в дикую природу. И будет, я надеюсь, уютным домом для всех птичек, которые здесь живут. По словам Дмитрия Голубкова, такие мероприятия объединяют жителей. Это полезно и для природы, и для города, и для людей. Продолжился праздник на центральной площади. Возле Ледового дворца посадили деревья. В акции приняли участие воспитанники Филимоновского детского дома-интерната. Дорогие дети, дорогие родители, с праздником, с праздником мира, труда, с весной, весной идет, весне дорогу. Но самое главное, что мы вместе. Я знаю, что здесь неравнодушные люди. Я очень рада, что многих из вас я знаю лично. Мы соприкоснулись с вами и в беде, и в радости. И у нас очень-очень много планов. Ребята прикрепили на импровизированное дерево дружбы свои послания с добрыми пожеланиями. А еще они приняли участие в творческой программе, подготовленный клубом «Изумрудный город» и вокальной студией «Путеводная звезда». И у меня появилась такая идея. Я предложил ее некоторым людям, и все меня поддержали. И вот результат. Мы все здесь собрались. Сегодня посадим эти деревья. И я думаю, что эта акция не последняя. В память об этом мероприятии всем участникам подарили горшочки с рассадой смородины. Завершился субботник широким гулянием на центральной площади. Дарья Сутягина, Леонид Пурдин, телекомпания «Одинцова».